здравствуйте друзья у нас вопросец добрый день михаил айти харьков на связи устал от постоянных баталий на работе в курилках пабах чатах и пикниках на тему быть или не быть хороших местах принципе дискуссии проходят в чем суть работая войти при достижении определенного опыта уровня будь то senior java автоматизаторов тестирования или бэкэнд наступает момент когда тебе настойчиво отовсюду поступают предложения по рабочей визе из харькова ехать в сша друзья я думаю вот это вот то что человек рассказал это существенно для многих а то они не понимают как жить надо ну вот значит достали короче все говорят в америку давай приглашают компаний и рекрутеров тут достаточно а таких как ипам и тому подобное вы наслышаны наслышан и все норовят тебя отправить в сша заработать хотят на вас до они зла не желают так вот поставьте постоянные споры ехать или не ехать понимаете у людей вот проблема ехать или не ехать до те кто принимают предложения и выезжают имеют свои доводы я я думаю те кто ни в какую не хотят уезжать также имеют свои доводы например здесь ты получаешь достаточно денег чтобы купить машину квартиру регулярно путешествовать тратить с избытком да еще и остается а переехав в сша тебя предлагают два раза больше всего лишь 60 75 тысяч в год но за эти деньги ты сможешь жить в калифорнии так как в харькове за 25 за 36 тысяч большинство не хотят выходить из зоны комфорта и переезжать куда-то понимая что первый год или два придется работать на аренду жилья на заправе машину и еду действительно вот если бы сразу понимаете вот да большинство не хотят выходить из зоны комфорта и переезжать куда-то понимая что первый год или два придется работать на аренду жилья ну да понятно так вот михаил подскажите быть или не быть быть или не быть стоит ли сша того чтобы выходить из зоны комфорта и некоторое время себя ограничивать действительно тема сложная сложная тема что лучше да быть молодым до орлом или старым до воробьем как услуга такого щедрина ну сейчас поговорим конечно да что мы имеем давайте на руках значит человек не не сказал прямо но мы понимаем из-за тех цифр которые он привел что вот в калифорнии там на 60 65 тысяч можно жить как там в харькове на 2436 то есть он имеет ввиду зарплату две-три тысячи долларов в месяц в харькове я честно говоря не не то чтобы от многих слышал о зарплатах в две-три тысячи долларов в месяц но допустим у нас человек такой замечательной квалификации высокой что вот ему столько предлагают ну это неплохо почему допустим вот он там получает две-три тысячи долларов в месяц когда он говорит что он живет но не он говорит но он приводит точку зрения такой что можно на эти деньги жить и иметь машину квартиру там путешествовать и так далее здесь проходит некоторая такая нечестная линия в сравнении то есть одно дело вообще машину а другое дело то что ты сравниваешь сша значит даже получает две тысячи долларов в месяц и даже три я хочу спросить это ж какую такую машину вы можете купить я ну правда это это что вот такая машина как сша программист ездит вы когда-нибудь в жизни в состоянии новую машину купить новую при такой зарплате я на вас посмотрю вот но 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 понятно да значит с этим понятно кроме того какой-нибудь ипам или там другой бодишоп ствующий такой шоп ствующая да организация бодишоп такой значит предлагает ему поехать в сша они ему сделают рабочую визу и пошлют его клиенту где-то там сдадут и будут ему платить 65 тысяч значит ну ну давайте так значит все таки рыночная цена человека с таким опытом это тысяч сто пятьдесят ну хотя бы тысяч сто пятьдесят меньше то уже и можно было бы не разговаривать если ты уже в сша вы уже приехали в сша какой-то человек который хочет на вас поиметь или организация там хочет на вас подзаработать значит она вас посылает и дает вам 65 тысяч после того как вы приехали в сша сняли квартиру завели какой-никакой там я не знаю автомобиль там бренд кредит там купили там еще что-то вначале начинаете осматриваться и в течение там допустим месяца комфортненько так комфортненько находите себе другую организацию которая забирает вас вместе с вашей рабочей визой от этих идиотов которые вам 100 тысяч год не доплачивают и думают что вы там будете сидеть да значит и вот у вас сто пятьдесят тысяч поэтому я хочу сказать вот что что все таки вот и вот эти расчеты разные бывают расчеты понимаете но одно дело расчет а другое дело какой-то ну а абсолютный даже не знаю мне не хочется плохих слов говорить но хороших для этого нет но какая-то такая патологическая некомпетентность может быть человека туда заводит в типа патологическую некомпетентность просто потому что он не хочет всерьез допустим посчитать а делает какой-то такой расчет после которого ты понимаешь что с этим человеком вообще нельзя разговаривать на эти темы а может быть и на другие тоже если у него с головой такие серьезные осложнения вот в таких простых вопросах понимаете значит если тебе вместо 150 платят 65 ты просто уходишь значит возвращаемся к вопросу значит что лучше жить в харькове на 2-3 тысячи в месяц такой гуру вообще если он такого уровня гуру здесь на 200 тысяч должен получать ну пусть он начнет со 150 вот он начнет со 150 тысяч он будет жить лучше на 150 тысяч в калифорнии нежели допустим он живет на там 2-3 тысячи в харькове во проблема да вот сравнение это же вообще конечно тут есть фактор один надо оторвать мягкое место от стула это правда это правда это стоит дорогого следующее осложнение серьезно состоит в том что когда ты в курилке балаболишь да это одно а когда ты приедешь и уровень твоей крутизны как бы уже будет проверяться не не курилкой и не балабольством а вот конкретно вот жизнь вот вот тебе google вот тебе facebook вот тебе apple вот тебе ну господи стартап любой вот тебе дадут там эти деньги или 65 это и есть твоя красная цена понимаете как как еще бывает и если у человека этот страх сидит внутри да то есть одно дело поболтать а совсем другое дело сняться и поехать и взять на себя ответственность и так далее значит вот вот может быть еще в этом тоже проблема я не знаю значит теперь что касается чего там стоит или не стоит а вы поезжайте возьмите отпуск на недельку поезжайте там рядом же у вас луганск донецк там да может там в деревню какую и прям в городе поживите там может наверняка у вас знакомые есть или родственники поезжайте ну ну просто правда вот а то же вы в каком-то мире живете таком странном и думаете что донецк и луганск это где-то на дальнем востоке может быть вот от харькова далеко поезжайте может быть вот вот действительно так выезжайте поглядите вот значит вы можете конечно и по-другому тоже вы можете например поехать в америку посмотреть там на недельку я понимаю что это денег стоит вы же говорите что у вас деньги есть там вы путешествовать можете но потратьте пару тысяч значит поезжайте в америку если визу дадут конечно то дело такое поболтайте тут с ребятами знакомый вас знакомых же много правда посмотрите как они живут не с теми кто в курилке а с теми кто вот тут на местности живут еще значит стоит ли ему значит вот интересная дилемма у нас выдачи молодые парни ну допустим ему аж 35 может быть ему 28 но но это можно было бы 28 прийти в это состояние ну допустим ему даже 35 и вот он думает свои 35 мне еще значит там сколько там ему до пенсии ну даже вот по тем местам где он живет хотя вроде у них тоже сейчас там побольше будет не как сейчас но не суть значит вот допустим там до 60 ему сколько еще работ ему еще 25 лет работы но он еще не умирает 60 хотя задуматься над тем насколько вырастет продолжительность жизни там допустим при переезде из одной страны другую тоже существенно вот допустим стоит ли первые пару лет пожить скромненько ради того чтобы продолжительность жизни увеличилась там на 5 на 7 лет может быть больше значит ради того чтобы когда-то получить значит во много-много раз больше денег чем он сейчас получает дать своим детям возможность жить в других совершенно условиях вообще действительно стоит ли напрягаться год-полтора чтобы многом бы там нет много десятков лет жить на порядок лучше чем он сейчас живет вот это фундаментальная философская проблема на которую разные философские школы отвечают по-разному да вот нам даже говорят что вот тут по-разному люди отвечают я сейчас еще раз смотрю на вопрос значит постоянные споры ехать не ехать знаете есть такой анекдот как стоят там группка евреев и о чем-то они там спорят руками машут там и человек подходит и говорит другой еврей подходит и говорит я не знаю чем вы тут спорите но я вам скажу что ехать надо вот значит ты имеешь достаточно денег чтобы купить машину квартиру господи да сколько же там квартира в харькове стоит что человек зарабатывающий 2-3 тысячи может купить квартиру еще это за квартиру такую он купит это вообще поразительно брать это все может инвестировать каждый год покупать по квартире и сдавать ее еще денег зарабатывать наверно он так может большинство не хотят выходить из зоны комфорта вот давайте про зону комфорта у них зона комфорта такая знаете они не нищие нет они не нищие они старшие нищие потому что рядом вокруг них есть люди которые еще меньше зарабатывают и еще больше нищие вот эти нищие старшие нищие они так их так распирает от гордости за свои успехи финансовые что они даже оказываются в какой-то зоне комфорта я вам хочу сказать что есть люди которые находятся в зоне комфорта получая в 10 раз меньше чем вот 200 то есть 2-3 тысячи долларов в месяц есть люди которые получают 200-300 долларов в месяц но они находятся в зоне комфорта в том смысле что они пальцем не пошевелят пальцем не пошевелят чтобы что-то изменилось в их жизни к лучшему сегодня завтра послезавтра там и чего то в этом смысле они не больше находятся в зоне комфорта их зона комфорта состоит в том что они не готовы для себя ничего делать будучи нищими как мышь церковно голыми и это у них называется зона комфорта знаете как это сейчас ты знаешь роза то что мы всю жизнь принимали за оргазм оказалось астмой вот они с этой астмой ходят и и думают что они испытывают оргазм оставьте их в этом оргазме оставьте их там и если вам хочется чего-то в жизни значит ну я не знаю смешно потому что такие вещи разбираем я я поражаюсь что вот как бы да вот ребята которые нас слушают они может быть думают что это там кто-то нас троллит вот а я значит там иду на поводу тролли я не знаю я я это воспринял как вполне такой серьезный документ людей которые в зоне комфорта вот они вот значит как быть нам говорят вот есть люди в зоне комфорта а есть люди которые как бы просто нищие вот значит да стоит ли вот стоит ли сша того чтобы выходить из зоны комфорта ваша зона комфорта если так правильно назвать начинается с громадной такой буквы ж как на туалете пишут вот только там это с другой смыслами вот это же стоит ли выходить из этого большого же большого же такого вот ради сша нет отвечаю я сидите в зоне комфорта сидите в этом зе вот в зоне сидите и никуда оттуда не выходите вот и вот если вопрос такой возникает так бы я наверное сформулировал счастливо вот но вот 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 Продолжение следует...